Всех приветствую! Как и прежде поговорим о ситуации в городе, об ее изменениях, изменилось ли вообще. И на данный момент времени, дабы сохранить хронологию событий, возьмем во внимание 15 и 16 декабря. 15 декабря были изредка отключения электроэнергии в разных частях города. В целом, за последние дни недели в городе по-прежнему продолжается тишина и спокойствие. 16 декабря мы проснулись и уже отсутствует электроэнергия во всем городе, не только в нашем, но и в соседних городах, и в многих других городах страны, так как вновь страна подвигалась ракетным ударом и была объявлена чрезвычайная ситуация по энергоснабжению. Весь день 16 декабря в моем районе отсутствовало электроэнергии, часть даже 17 декабря в остальных районах, так или иначе, она уже к вечеру была восстановлена. Также, соответственно, в момент отсутствия электроэнергии отсутствует подача воды, отопление, благо, что погодные условия, низкая температура окружающей среды, нет такого мороза, что не привело к дальнейшим последствиям, авариям и тому, что замерзнутые системы, не пришлось их сливать. По-прежнему на улице относительно тепло, плюсовая и лишь несколько градусов мороза. В целом, это благоприятно влияет на данную ситуацию, в которой приходится, можно сказать, выживать. Как я уже неоднократно замечал, адаптировались к теперешним обстоятельствам, и много всего можно решить с помощью, и решается, собственно, с помощью генераторов. То есть, всё продолжает в городе функционировать, нет никаких таких сложностей и трудностей. В целом, потерпеть пару дней не составляет проблемы. Конечно же, в домашних условиях есть определённые обстоятельства, которые усложняют жизнь, но тем не менее терпимы. Собственно, вот так вот и проходит жизнь в нашем городе. Обращаю внимание на те сложности и трудности, которые в последнее время приходится переживать. Как и прежде, всем мира добра и до встречи.